Друзья, всем привет! Мы за горами открытия охоты на водоплавающих. Пришло самое время сделать подарок как себе, так и своим друзьям. Сегодня на обзоре у нас очень интересный монок от Бака Гарднера, который называется Мавард Хаммер. Монок двухрызычковый, выполнен из поликарбоната. В моем случае поставляется вот в такой упаковке с обучающим диском. Давайте посмотрим этот моночек. Вся фишка данного монка является в конструкции звукового узла. Я вот для примера взял Double Nasty 3, чтобы сравнить звуковые узлы. Давайте разберем. Double Nasty 3. Молот Хаммер. Вот смотрите, ребят, сразу бросается в глаза то, что у Double Nasty 3 звуковой узел чуть длиннее. Чуть длиннее. Это первое. Второе. Основное отличие заключается в том, что Молот Хаммер звуковой узел не литой, как в монках. Как в данном случае Double Nasty 3, так и в других монках разных производителей. В основном звуковые узлы делают литые. Из цельного поликарбоната. Здесь звуковой узел разборный. Следующий момент. Здесь в Молот Хаммере имеются две уплотнительные резинки по сравнению с Double Nasty 3. Ну и далее лепестки. Здесь в Молот Хаммере лепестки полностью по длине два лепестка одинаковых. Как верхний, так и нижний. В Double Nasty 3 верхний чуть короче. 2-3 миллиметра короче лепесток. Ну и скосы. Видно, как обрезаны лепестки у Молот Хаммера. Более угловато. Скос более пологий, длинный. Здесь в Double Nasty 3 скруглены. Следующий момент. это выходное отверстие. Вот. Насколько оно больше в Молот Хаммере. Я в этот Молот поработал. Мне очень понравился выдув. Выдув очень легкий. За счет того, что отверстие большое. Там буквально немного надо воздуха, чтобы Молот начал работать. Молот заводится очень быстро. Очень игривый Молот. Мне очень понравился. Обладает таким некрепаловатым звуком. Такой более к молодой кряк и приближен. Очень интересный звук. Самое главное легкий выдув. В этот Молот научиться гораздо легче, чем в Double Nasty 3 и в Double Nasty 2. Давайте соберем, посмотрим, как он звучит. Еще такой момент интересный. Если обратить внимание на кольцо металлическое, оно выполнено в форме донца гильзы. Вот четко виден фланец. Как бы такое интересное решение. Монок удобно сидит в руке. Давайте посмотрим, как он звучит. видно, какой резкий громкий звук. Давайте с Double Nasty 3 сравним. давайте еще раз с Mouth Hammer. Ну вот такой звук интересный достаточно. Очень мне понравился Монок, ребят. Ну как-то так у нас сегодня все. Всем удачи. Всем пока.